константин кадавр я не просил чтобы меня рожали как ты думаешь обязаны ли мы любить спасибо еще раз большое конечно там херня нас впереди ждет отработка короче ребят такая отработка на комиссара когана там что-то будет серьезное ходящий родителей по умолчанию я вот не испытывают своим никакой теплоты хотя они не алкаши и так далее все для нас сестрой делает мне кажется когда они умрут я даже не заплачу под скриптум сестру люблю да я думаю что никто ничего никому не должен никто ничего никому не должен да я тоже воспитан по этим старым ну кстати то что никто никому ничего не должен вот такой вот постулат он еще не означает что никто ничего никому не будет делать особенность каких-нибудь там чувств и побуждений ну например я не знаю то есть опять же я могу быть убежден то что никто никому ничего не должен но на то что человек делает мне что-то доброе и хорошее я могу ответить ему добрым и хорошим вполне так себе почему бы и нет а могу даже просто так хорошие добрые что не сделать почему бы тоже нет спам дескать мы же тебя родили мы тебя воспитали и помимо всего этого вот есть такая старая не старая а знаете молодежная штука которую очень многие молодые люди используют но потом почему-то забивают забывают и почему-то потом эта риторика считается зашкваром поведением ребенка и никто об этом не вспоминает ну или не хочет признавать что до сих пор так и думает на самом деле я вот ребята вам говорю вот сейчас с чистым с чистой совестью смотря вам в глаза мне 34 года староват мотивация я не мы ускорили москоре дать тогда больше ускорим на в принципе и так слышу давайте давайте до 1 и 5 просил чтобы вы меня рожали она актуальна да я согласен она актуальна ну то есть антинаталист всякие могут ее даже использовать ну то есть сюда ты не просил и не мог даже попросить в теории тебя родили без твоей воли и окей она то есть опять же здесь об столкновении ценности может произойти если родитель считает что жизнь является безусловной ценностью то в таком случае в таком случае но для него это не аргумент а если ты сам считаешь жизнь ценностью это тоже не самый лучший аргумент данном случае будет но если нет а как вы относитесь к антинатализму приемлемая концепция этическая нормально почему бы нет у меня лучший друг антинаталист вполне так себе крутая поэтесса известная как там ее зовут витухновская она тоже антинаталистка ну то есть я не то чтобы придерживаясь антинатализма но вполне так себе альтернатива поведение она актуальна и справедлива понимаете когда он на вас начинают давить вот потому что уже во взрослом возрасте это никто не использует не знаю почему чтобы не обидеть что-то еще в этом роде но если на вас давит да а вам не очень то вот прикольно вообще в целом там вот вам вы толстый хикан и вам что-то не нравится да например или вы не любите родителей или вам не нравится где вроде кстати с родителями всякое может быть ну то есть чисто 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 доминация такого вот родового начала типа я твой отец и все ты мне по гроб жизни теперь обязана она не должна на мой взгляд тоже работать мы можем ее легко обойти то есть отец вас там не знаю бил насиловал там еще что-то делал почему бы вам не отказаться от всех долженствований по отношению к нему но не вижу никаких оснований не делать этого есть как вас обучали я читал витухновскую да все-таки в конечном итоге вы не просили чтобы вас родили и когда на вас начинают давить говном вы помните я сейчас он говорю да это если какие-то родители смотрят смотрят меня и хотят мне харкнут в лицо за это то не спешите блять потому что это правда потому что ни один ребенок не просил чтобы его рожали понимать да друзья елизаветы будет меньше но я набрал я набрал себе нормально пока что завета не просила чтобы стырили на она тут а когда ты владимир пишет дети должны обеспечить старость родителей нет не должны родители еще должны себя вести хорошо чтобы дети обеспечили им старость то есть они должны сохранять определенные родительские связи общаться нормально с ребенком то из чтобы ребенок их в итоге ненавидел например ты знаете в чем дело владимир дети могут обеспечивать старость родителей при определенных условиях а могут не обеспечивать еще здесь все очень просто и начинаешь вот такой ребенок вот так вот реагирует всегда он не говорит по умолчанию я не просил чтобы меня рожали он так говорит когда на чего начинают давить мотивации дескать ты неблагодарная скотина мы тебя к а почему вы не добиваете бутылку и новую начинаете какая ближе к моей руке ту и пью ним по им одеваем доброго времени почему ты родитель сука падла ебаная позволяешь себе использовать такую риторику ах ты сука родители должны и дети должны короче окей все должны но в жизни такое бывает очень редко не очень редко но не всегда короче вот ребенок который да по закону не может сейчас пойти работать не может тебя ебаного пидора блядь и диктатор послать нахуй и пойти куда-то устроиться он подневольный человек у него нет паспорта он не может жениться он мне но вас просто моралова как и в этом смысле он скорее будет на стороне родителей ну как боль купить он не может устроиться на полный рабочий день я от просто не морала фак мне в принципе нейтрально. Я здесь даже на стороне кадавра. Я думаю, что позицию кадавра очень легко более-менее доказать. Владимир Сайдаков пишет, ну, естественно, если в детдом сдали сначала, то не должны. Но жизнь человека в доме с родителями может быть хуже, чем в детдоме. Он ничего не может сделать, чтобы от тебя, сука ебаная, убежать, и ты позволяешь... Ну и опять же, давайте так. Если вы даже совершаете добро в чей-то адрес, это не значит, что вам кто-то должен совершить добро в ответ. Вообще не значит. Если вы совершаете добро ради того, чтобы вам отвечали добром, ну, вы, скорее всего, просто мудак. Ну, скорее всего, это так. Никто вам все равно не должен совершать добро в ответ. Вы сами совершаете добро, и оно просто совершается. Это, конечно, повышает вероятность того, что впоследствии люди Люди по отношению к вам будут совершать тоже добрые поступки. И, конечно, вы добиваетесь своей цели в этом смысле. Но, блин, не ради же этого, наверное, добро совершается. Себе говорить. То же самое в отношении родителей и ребенка. И даже если родители хорошо себя ведут, в принципе. Тут, короче, как получается. Спасибо большое, комиссар. Спасибо большое, комиссар. Ссылка удалена. Свася. Бля. Бля, мы еще будем Вась смотреть. Много Ваева силы еще будет ближе к концу. Спасибо большое. Ты от меня зависишь. Я тебя обуваю. Я тебя одеваю. Я тебя кормлю. Так вот, если ты позволяешь себе такое, сука, то будь готов услышать. Я не просил, чтобы меня рожали. Ну, я не просил, чтобы меня кормили, тогда надо говорить. Я не просил, чтобы меня одевали. А если просил... Не было оговорено, что я буду делать. Хоть так тоже может, кстати, звучать. Но, с другой стороны, это уже немножко подло будет. Немножко подло, на мой взгляд, будет. Понимаете? Это справедливый ответ. Когда тебе говорят, когда ты сидишь только 13-летний, у тебя пиздец, гормон играет. Ты еле-еле, блядь, справляешься с этим миром. У тебя все плохо. И тебе говорят, что ты неблагодарная скотина. Что ты не радуешься, что тебя каждый день борщом кормят. За бесплатно. Вот ты на это. Я вам честно говорю, ребята. С чистой совестью можешь сказать. Я не просил, чтобы меня рожали. Я не просил, чтобы меня кормили борщом, надо отвечать. В конечном итоге, помните... Ну, рожали, не рожали. Дорогие ребята, в самом конце. Что вас рожают как развлечение. Вы игрушка на 18 первые лет жизни. Вот ради этого вас рожают. Ну, то есть, как бы, давайте смотреть правде в глаза. Никто не знает... Да, есть мудрость, короче, такая. Твори добро другим во благо, не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Вот. Вот. Мудрость. Веков. Для чего все это нужно? А просто так приняли. Поэтому причина вашего существования, абсолютного большинства вас, и меня, в том числе, всех, это так принято. Ну, понимаете, в чем дело? В чем дело, да. Родители, может быть, ему действительно ничего и не дали. Может быть, он имеет даже право на них обижаться. На самом деле, вы просто ситуацию этого человека не знаете. Может, у него реально есть причина обижаться на родителей. Ну, просто бывают разные социальные установки. Разные социальные установки могут оказаться приемлемыми. Ну, например, в обществе, где значительное число жителей зарабатывает довольно-таки себе прилично, социальная установка на уход из родительских семей, на отказ помощи родителям, знаете, может быть даже... Вполне так себе приемлемо и приятно и хорошее. Почему бы и нет? Есть, конечно, все потом начинают подыхать внезапно. Там, не знаю... Если у нас в обществе закрепляется такая ситуация, когда у нас много бедных семей, тех семей, которые в старости не могут там себя прокормить. Вот или вот родители в итоге, они там доживают до старости и в мучениях подыхают. И есть смысл потом ожидать что-то, и когда у тебя будут дети, они тоже тебя кинут. И ты тоже сдохнешь от старости, и все. Все в такой... Ну... Ты либо это... Тогда у тебя остается выбор. Ты либо принимаешь такое условие, что ты тоже сдохнешь в итоге. Ты тоже сдохнешь в старости, и все. И с тобой никто не будет ухаживать. Либо не принимаешь. Если ты принимаешь, парадокс как бы разрешен, и никаких к тебе как бы не может быть тоже претензий. Ну, то есть... Ну, ты сдохнешь. Молодец. Ну, Васил прав в том, что фраза я не просил, чтобы меня рожали дебильной. Нет, она не дебильная. Это вполне антинатоналистический такой, не знаю, дискурс. Она совершенно не дебильная. Она абсолютно осмысленная. В общем, дело. Ну, то есть родители по своему собственному соображению кого-то родили. Сделали. Может быть даже не по... Может даже случайно, понимаете? Может просто вот так вот там... И все, получилось, и никто никого не планировал, вот так вот просто вышло. То есть, может быть, даже они сами не просили, просто так получилось, понимаете, никто никого не просил. Ничья воля не была задействована в данном случае. Чувак просто появился как бы, чувак просто вот появился на свет, его забросило в этот мир. И он ни о чем не просил, он просто здесь оказался, просто оказался. Многие люди, понимаете, есть многие люди, у которых есть установка, согласно которой, если бы у них был выбор, мол, появляться на свет или не появляться, они бы выбрали бы не появляться на свет. В контексте вот такого восприятия мира такая фраза является абсолютно осмысленной и последовательной. Ну ладно, продолжаем. Ну, нам было скучно, это... А кто мне в стакан подаст? А в чем проблема просто сипукнуться, если ты не просил, чтобы тебя рожали? Больно, неприятно, ты не знаешь, может быть, ты дальше продолжишь существовать, например. Некоторые люди любят, ну, им нравится, что потом их ждет небытие, такая позиция. А вдруг их ад потом ждет, например, их будут еще больше мучить в там параллельном мире где-нибудь. Это печально, печально. То есть, есть большая разница, да, между самоубийством и несуществованием. Чтобы сделать самоубийство, во-первых, нужна большая слабость, нужно осмысленно к этому подойти, нужно к этому постепенно, в общем-то, прийти, собраться с силами, подготовить оружие. То есть, для этого нужна определенная психическая установка, как бы. Даже если тебе не нравится мир, это не факт, что ты будешь убивать себя. А вот несуществование, ну, ты бы не существовала никогда, у тебя никогда проблем не было бы тогда, ну, такое, нормально, нормально. Ну, еще вот эти такие принципы, понимаете? Как вы думаете, кого из вас родили так, я хочу подарить новую жизнь этому свету? А если не в состоянии человек сам съехать? Ну, он решает уже в зависимости от того, какая у него жизнь. Может съехать, не может съехать. Или будет с родителями, или не может. Многое зависит от его общения с родителями. Может, они реально для него очень много хорошего сделали, и он реально это ценит. И он реально хочет им дальше помочь. Почему бы и нет? То есть, здесь высказывание «никто никому ничего не должен», оно вообще не означает, что, как бы, в итоге Чада бросит родителей. Не означает, вообще ни в коем случае не означает. Оно просто, наверное, будет означать то, что родителям стоит более ответственно подходить к своему отношению к детям. То, что им никто ничего должен не будет в итоге. Если они будут мудаками, их могут кинуть. Вот они должны вот это, может быть, понимать. Даже такая установка может быть полезной, знаете. Во многом полезной. То есть, если родители будут мудаками, они не должны удивляться тому, что их однажды кинут. А некоторые родители, даже не будучи мудаками, они, наоборот, хотят, чтобы ребенок от них съехал. И все, и остаться одни там, друг другом жить, доживать жизнь, радоваться. У них большая пенсия какая-нибудь военная или что-нибудь еще такое. Они все равно счастливы, они там копают огороды или что-нибудь еще делают. То есть, вообще ситуации очень много и очень много разных. Поэтому, ну, сужать все под какие-то одни единые стандарты, особенно в современном обществе, довольно трудно. И высказывание «Никто никому ничего не должен», оно, в целом, знаете, оно конкурентно способно. Я надеюсь, что появится новая личность, которая будет счастлива. Я не слышал ни разу, чтобы кто-то так сказал. Все рожают. Ну, так все же рожают. Потому что, потому что принято рожать. Потому что Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Ну, Дэвид Голдман, понимаете, получать дополнительно какую-то базу, если вы ее не смогли получить благодаря родителям, там, или изначальному образованию, становится все сложнее и сложнее. Но если вы, там, изначально с детства были, там, очень умным, поступили в вуз, там, не знаю, потом, поступили в магистратуру, аспирантуру, стали кандидатом каких-нибудь физических наук сами. Вот у вас такой единый путь неразрывный. Да и то, сложно представить себе такой путь, если вам родители не помогают, Дэвид, кстати. Очень трудно представить. Вам еще самому себя кормить надо, и при этом хорошо учиться. Хорошо учиться и одновременно, хорошо правильно зарабатывать деньги, нормально, реально работать, на мой взгляд, невозможно. Вы либо халявите в науке, либо на работе тогда халявите. Вот у вас тогда одно из двух получается. Вы либо то не доделываете, либо другое не доделываете. Без поддержки родителей очень трудно, в общем-то, пройти куда-то вот туда далеко. И Дэвид Голдман, ну, тут действительно во многом ситуация сложная. Я себе, например, реально не представляю, как можно реально пахать постоянно и хорошо работать. А, я согласен. Я только лишь относительно переезда говорил, что в плане переезда без поддержки родителей осуществимо съехать. Иногда бывает трудно. То есть ситуации бывают разные, особенно в России, где порой, знаете, у человека зарплата 20 тысяч рублей. Он там идет работать в магаз какой-нибудь, и у него там зарплата 20 тысяч рублей. Все. 20 тысяч рублей. Это даже на съем 1 комната не хватает. Это печально. Это реально очень печальная ситуация у человека в жизни, может быть. Может быть, он реально, ну, он настолько лох, он попал в ловушку работы. Он не может съехать там от родителей, он там зарабатывает 20 тысяч рублей, не может ничего сделать. Ему только остается, ну, вот просто злиться, потому что он просто ничего не может. Он беспомощен абсолютно, он даже образование свое повысить не может, потому что у него нет денег, у него нет возможностей. Он с работы уйти просто не может, потому что он на работе почти все время тоже проводит. Может быть, у него такая ситуация. Это же реально трудно. Для некоторых это не просто трудно, для некоторых это невозможно. Просто невозможно. К людям, знаете, можно даже к таким вот грубым, которые говорят плохие вещи про своих родителей, можно отнестись к таким определенным соболезнованиям и пониманиям, потому что, ну, разные ситуации в жизни бывают, разные ситуации бывают. И может быть абсолютно любое плохое настроение человека, и даже его плохое отношение к его родителям может быть обусловлено тяжелыми условиями его жизни. Поэтому вас никто не спрашивал. Никогда. Ну, Владимир, понимаете, у меня была зарплата 6 тысяч в Санкт-Петербурге. Так что и по 20 была, и по 17 была. То есть, честно вам скажу, я переработал на большом количестве таких вот убогих работ, и на такие деньги снимать квартиру просто невозможно, например. Если смеют на вас давить такой хуйней, или смеют давить на то, что вы должны кого-то любить, вы такие, вы отвечаете, вот да, кто-то там, если нет, тебя никто не спросил, да, дорогой попрошатель? Но если вообще там, да, ты должен любить маму и папу. Какого маму и папу? Которые меня не спросили, чтобы родить? Я вообще-то на самом деле, когда сидел... А почему должен? А почему должен любить? ...в колесе сансары. Я попросил, чтобы меня родил Илон Маск. И я с удовольствием любил Илона Маска. Но меня какие-то петухи родили, блядь, где-то в Усть-Мухозалубинске. Ух, ну вот это жестковато. Но родители тоже в данном случае не виноваты. Любить и не любить, на мой взгляд, выбирать должен каждый сам. И вы знаете, это было помимо моей воли. Я вот честно хотел родить... Ну то есть вы не можете заставить другого человека кого-то любить. То есть если вы полный мудак, например, если вы конченый дегенерат, то вы можете говорить, нет, ты должен любить своих родителей, ты должен там всех любить. Но это вот только если вы конченый дегенерат и мудак. Если вы подобрее немножко, если вы пытаетесь понимать ситуацию человека, Пытаетесь понимать, как он думает, какая у него жизнь. Тут, может быть, все куда сложнее. То есть не следует прямо сразу сходу судить людей непонятно по каким, в общем-то, критериям, по каким-то своим абстрактным критериям из каких-нибудь там религий сказочных, я не знаю. Все куда сложнее. Илон Маска. Илон Маска очень сильно любил. Ну вот как-то так, как-то так. Просто говорю, потом забывается, и потом никто эту риторику вообще всерьез никто не использует, потому что впервые ее озвучивают лет в 14-15. Лет в 14-15 очень многие говорят, зачем вы меня родили? Я не просил, чтобы меня родили. Ну это не просто 14-15, это вполне так себе аргумент антинаталистов какого-нибудь Хайдегера. Ну просто у Хайдегера есть тоже такая вот, знаете, сторона, такая сторона Хайдегера, в котором мы встречаемся с заброшенностью человека, в его бытии. И он просто заброшен в мир, независимо ни от чего. У экзенциалистов много таких вещей. Ну то есть это не только 14-летние чуваки так говорят. Такая аргументация воспроизводится и в философии в том числе. Поэтому есть зрелые дискурсы, которые опираются на подобные аргументы. Они их углубляют, конечно, они их прорабатывают еще тоньше, но есть. А потом якобы это все как-то, знаете, стирается, якобы потом обретается смысл. Или потом ты уже не решаешься такое во взрослом состоянии говорить. Ну не знаю. Не понимаю почему, почему эта логика не работает. Еще знаете, если говорить... А что за субъективистская позиция, все позиции субъективистские? Может те, кто попал в ловушку работы за 20к, что именно, что попались в ловушку, построенную социумом и его элитой? Может быть, может быть. Глубоко философски, по какой причине? Ну, то есть, когда знаешь, у вас есть смысл-то какой-то? Вы скажите мою сверхзадачу. Когда ты у тебя появляешься, да, такой, приходишь... Так, Владимир Сайдаков, здесь не вина ребенка и не вина родителей. Здесь никто не виноват. Почему, если, не знаю, ребенок даже не был зачат по воле родителей? Иногда бывает, что родители, знаете, договариваются, мол, давайте, давайте сделаем ребенка, давайте. А бывает, такого тоже не бывает. Сейчас поясню. Бывает, что родители вообще не договариваются о том, что у них будет ребенок. Просто получается так, просто получается ребенок, внезапно. Ну, может и мир ненавидеть, и родителей. В целом, по-разному может сложиться. Но, я знаете, я опять же не думаю, что человек прям... Что большинство людей будут ненавидеть своих родителей, если родители при этом будут хорошо себя вести, будут хорошо общаться с ребенком, будут его нормально воспитывать, адекватно. Без применения там насилия, без своих каких-то там психических заморочек, там, издевательств. Понятно, опять же, у родителей может быть тяжелая ситуация, и... Здесь, в общем-то, все сложно. Да, Илья, Хайдегер не оценил вброшенность как нечто негативное, но... Но напоминаю, что у Хайдегера бытие к смерти, там, все дела. Да, жизнь, наполненная ужасом, направленному к ничтому. Когда там думаем, что нас впереди ждет ничто, мы ощущаем экзистенциальный ужас. Это применимо в данном контексте. То есть, когда мы рождаемся, нас впереди ждет огромное количество страданий. В том числе, то самое Хайдегеровское страдание перед ничто. Это ужас, ужас перед ничто. Хайдегер не единственный экзистенциалист, который работает... Он, правда, не экзистенциалист, но есть экзистенциалисты, которые работают с похожими категориями. Короче, я просто перечислил персонажа из дискурса. Это персонаж из дискурса. Плюс-минус его аргументы можно использовать в поддержку данного направления. На работу, да, тебя устроили? На работу? Не устроили, а взяли на работу. Ну, у Сартра тоже множество там таких вот моментов с его концепцией. Тоже там определенная заброшенность имеется. И дальше. Ты приходишь к началу, сидишь, ничего не делаешь. Какой, блядь, а что делать? Ты хочешь к началу? У меня взяли на работу. Ты кто? Бухгалтер. Пожалуйста. Я такой, я бухгалтер. Какая у меня сверхзадача? Что я должен сделать в этой компании? Вы меня на работу для чего взяли? Чтобы платить просто так за плату? Нет. У меня есть сверхзадача. Я должен быть винтиком в механизме, который добивается такого-то результата. А здесь меня родили для чего? У вас у самих есть задача? Нет. Ну, бывает для чего-то. Рожают. Ну, просто в некоторых обществах у человека тупо нет выбора. Ты уйдешь от родителей, тебя в некоторых обществах просто убить могут, например. Не знаю, есть ли такие примеры, но я представляю, могут. Если ты там, не знаю, вне своей касты ушел там куда-то, там твои родители рыбаки, значит ты тоже должен быть рыбаком, жить приблизительно там же, где и они. Вот если в таком обществе ты живешь, ну у тебя вообще выбора нет. Окей, тоже нормальное общество, пусть будет. Если уйдешь из него, ты станешь каким-то там неприкасаемым, об тебя будут там, не знаю, плеваться в тебя будут, потому что тебя даже руками трогать нельзя, потому что ты неприкасаемый вообще-то. Всякое бывает, всякое бывает. Вы выяснили, для чего вы живете, дорогие родители? Какой, какой смысл? Давайте, рассказывайте мне. А мы скоро узнаем, нам Ежи Сармат расскажет про смысл жизни, кстати. Мне понравится. Все, все, все связано. А если не понравится, вы должны придумать мне новый смысл. Ну потому что я вас не просил, но вы мою жизнь зародили, поэтому я вас спрашиваю. Вот я сейчас, да, сижу, блядь, почитал кавку вашего обоссанного Платона и прочее, я так и не понял, нахуй я здесь ли сижу. А Платон вроде бы и не отвечал, зачем ты здесь сидишь, кстати. Поэтому я решил спросить тебя. А Кавка ответил, чтобы ты был жуком. Кто поспособствовал моему появлению на свет? Я бы предъявил Кавке, я бы, блядь, разрыл его могилу и обоссал бы его кости и потроха, если там что-то... Майн гот. ...осталось еще. Но сам Кавка лично к моему появлению на этом свете никаких усилий не предлагал. Я бы обоссал Киркигора. Кого угодно бы обоссал, из-за того, что они неправы и их смысл жизни... Ну, Киркигора я бы тоже, да. Я не подходит. Это шутка, часто говоря. Киркигор мне интересен. Именно как автор. Не как философ, а как автор. Он интересно рассуждает. Именно по форме интересно. Но я не имею права им ничего предъявлять, потому что они ничего не сделали для того, чтобы я здесь конкретно страдал. Поэтому я вас, дорогие родители, спрашиваю. Я вот мне 15 лет, я бы хотел узнать. Наступило время, вы мне рассказали... Ну, мы видим, что тебе 15 лет. ...рассказали про письки, про жопки, про тычинки и пестики. А теперь настал самый главный момент. Вы подумали, что вы отмажетесь тычинками и пестиками. Расскажете мне про гинекомастию, про полюции, про пейтинг, про гомосексуализм и все. Дадите почитать энциклопедию для мальчиков и девочек. Я там посмотрю картинки, все станет понятно, все станет легко, а потом пошел во своя сеть. Нет, теперь самое сложное. Теперь ЕГЭ уровень С. А зачем я живу, дорогие родители? Какой у меня смысл жизни? И самое интересное, какой у вас смысл жизни? И если вы его не выяснили, какого хуя вы родили меня? Вы что, думаете, что я за вас? Как вариант, родители ответят, что у них есть смысл жизни. Ну, то есть у представителей более старого поколения найдется какой-нибудь там смысл жизни, типа бога, типа, не знаю, коммунизма там или чего-то такого. То есть вряд ли, правда, этот ответ понравится самому Константину Кадавру, но это не отменяет того факта, что этот смысл у них может быть. И скорее всего у многих и будет. Какой смысл жизни? Лайфхаки от Кости для попадания в детдом. Когда мне было 12 лет? Не, ну просто проблема, опять же, заключается в том, что если вы никому ничего не должны, то и вам никто ничего не должен. Родители, в принципе, да, могут отправить тебя в детдом. Как вы до свидания, Костя, иди в детдом. Шадов. У Ницше веселой науки вроде же смысл жизни плодится. Да, уже не помню, давно не читал веселую науку. А если люди рожают детей по велению подсознания, тупо на инстинктах и ответственность за рождение детей, поэтому быть не может? Ну, например, возможно, такая концепция, приблизительно такая. Если ее усложнить, более биологизировать, ну, ее вполне можно попробовать обосновать даже. Мне сказали, что меня родили для того, чтобы я мыла посуду. Это прекрасный ответ, между прочим. Я тоже, наверное, своему буду такое что-нибудь говорить. Ну, потому что это больше похоже на правду, и, по крайней мере, это не ложь. Это, знаете, это честно. Я родил тебя, ну, например, да, мне бы понравился вот ответ, если бы мне сказали там, да, и вообще, вот, я понимаю такую мотивацию. Мы тебя родили, на самом деле, с одной исключительной задачей. Ты должен нас любить по умолчанию, для того, чтобы в старости было кому за нами ухаживать. Либо у нас сработает, и нам, нам, у нас получится воспитать тебя любящим сыном или дочерью, и ты не... Ну, проблема, опять же, в том, что не все следуют по такой мотивации. Ну, просто в обществе обычно считается, что дети родителям должны, ну, и родители должны детям, потому что, ну, априори, априори получается так, что в любом обществе, ну, по крайней мере, в нашем обществе, как минимум в нашем, не в любом, но в нашем обществе, на родителей налагается вот такой вот большой общественный ценз по тому, не знаю, качеству, как они относятся непосредственно к детям. Ну, то есть, они должны, иначе общество их... Соответственно, дети должны, иначе общество их тоже, вот как-то вот так вот. Ну, с детьми не так строго, понимаете? То есть, родители за детьми должны указывать, иначе их реально вот-вот-вот-вот-вот так вот прям вот будут. А вот с детьми как-то вот уже по договоренности получается более-менее. Поэтому здесь родители и дети находятся друг с другом в немножко нечестных условиях. Родитель прям должен, потому что ему будет плохо потом. То есть если он сегодня будет исполнять свой долг, родительские ему могут сделать реально плохо. А вот с ребенком помягче. Помягче, помягче. У ребенка и оправдания есть определенные. Там меня родители били в детстве. Там что-нибудь такое. Мне это не нравится. Да, родители изначально берут на себя куда большую ответственность. И их за это, ну как бы... Причем они ее не сами берут. Понимаете в чем дело? Им эту ответственность навязывает социум общества. И это общество будет, в общем-то, так или иначе влиять на жизнь этих самых родителей. Вплоть до того, что их с работ там могут поувольнять, там испортить их жизнь всяким образом. Не одобрение социальное может быть. А молодому Константину Кадавру, который бросит своих родителей, да никто об этом даже не узнает, скорее всего, честно. Кроме самих родителей. Родители, может, даже жаловаться не будут. Да, если будут, то узнают только друзья родителей, с которыми Константин Кадавр сам и не общаются. То есть здесь, на самом деле, да, получается не очень честно. Не очень честно, наверное. Так, если вот по равенству смотреть, кто кому что должен или не должен. Позволишь нам подыхать в доме престарелых. Либо у нас не получится, и эта лотерея не сыграла. Вот. Но сверхзадача в рождении тебя. Не, ну при этом никто никому ничего не должен, как бы, да. Но не честно получается, не честно. Общество вас все равно поимеет, как бы. Дорогой Виктор, была единственная. Мы хотим, чтобы было кому ухаживать за нами в старости. Больше у тебя никакой задачи нет. Это, по крайней мере, было бы честно. Ну, это нормально. Ну, это не вполне честно, потому что вряд ли кто-то об этом думает. Такая концепция, мол, мы родили тебя для того, чтобы ты ухаживал за нами в старости, озвучивается скорее в полу каких-то там эмоциональных потрясений, там, споров или чего-нибудь такого. Ну, то есть, это не концепция самих родителей чаще всего. Ну, и общество это тоже бы сочло таким мудаковатым поведением со стороны родителя, на самом деле. Ну, да ладно, ну, да ладно. Мально-то, действительно, здесь нет никакой лжи. То есть, какая разница с какой целью? Главное, что цель определена. Потому что большинство людей, ну, мы там, вот мне кажется, гораздо хуже от того, что все рожают. Так принято. Ну, потому что нужно рожать. Человек существует для того, чтобы у него были дети. Мне кажется, это в миллиард раз хуже, чем сказать, что для того, чтобы ты ухаживал за мной в старости. Для того, чтобы ты, там, стал миллионером и потом оплачивал мои отпуска. Мы вообще хотим девочку, чтобы она стала моделью, стала миллиардершей, и мы бы жили на ее шее. Это честно. Или чтобы вот как Катерина мыла посуду. Это честно. Вместо того, чтобы родить вообще не знаю для чего. Короче, я хочу детей, чтобы они стали шедевистыми, построили храм. Как вам такое? Надо 10 тысяч детей мне, короче. Ребята, срочно. Ну, Габриэл, понимаешь, Габриэль, ваша позиция тоже имеет место. Да, вы ничего не должны родителям, но вы их любите, не просили рожать. Да, то есть, да, нормально. Да, то есть, вполне так себе. Можете им еще и помогать. Можете им еще и помогать. Почему бы и нет? То есть, все очень свободно, понимаете? У вас есть, особенно в современном обществе, возможность поступать так, как вы захотите. В этом есть определенные плюсы, на мой взгляд. Кого-то, в общем-то, насильно заставлять помогать родителям или родителей, насильно заставлять ухаживать за детьми, но, на мой взгляд, не очень правильно. Меня мать родила, чтобы я любил ее, потому что отец ее не любил. Не, не знаю, планирую или нет. Нет, не планирую, комиссар. Да, но это хорошая мотивация. Но, в принципе, твоя мама пошла не по самому легкому пути. Во-первых, ты, как человек, еще более независимое существо, чем кошка. Для того, чтобы кто-то любил, нормальные люди, нормальные люди, заводят собак. Вы же собак. Да, то же самое, шилу на малу. Тебя вообще любит, безусловно. Ты кормишь собаку, пинаешь ей, что угодно, лишь бы кормил, она тебя будет обожать, пиздецко. Можно завести 40 кошек. И мне кажется, это гораздо дешевле и гораздо стабильнее. И прогнозируемо принесет ожидаемый результат. Потому что вот так вот заведешь тебя, а ты окажешься куском говна. Независимый, он такой, о-о-о, и разлюбил, и убежал. Мне говорили, что родили для моего удовольствия в жизни, чтобы познать ее, воспитали для того же, типа, все для меня. В итоге они отыгрывают на мне свои комплексы детства. А это самое прикольное, да, вот тебе говорят. Мне говорили, что родили для моего удовольствия. Так это, а где удовольствие-то? Ну, ты можешь сам его получать, а можешь не получать. Собака первой за ночью, говорит, психиатр. Я, кстати, очень люблю домашних животных в целом. Ну, то есть, идея их заводить меня не особо, как бы, радует. Мам, пап, вы же меня родили для моего удовольствия. А где мои проститутки? А где кокаинум? Почему я посуду-то мою, ебать? Вы же сказали, что ради моего удовольствия родили меня, чтобы я был гедонистом. Пап, где миллионы-то? Ёптать. Я думал, ты зарабатывал всю жизнь триллионы долларов, замки, вот это вот все. А теперь вы родили меня, чтобы я получал удовольствие. Так удовольствие-то где? Ну, мамка тебе может отсосать, в общем. Если ты хочешь, в общем, удовольствие, я не знаю, чувак. Че тебе еще надо от родителей требует? Ну, можно и так тебе, браток. Мне яйца лижет только собака, и то только... Ну, может, батя. Если хочешь, батя может попробовать. Но если тебе не устраивает, пусть батя сделает это. Ну, я не знаю. Ну, что тебе? Из-за того, как я помажу их арахисовым маслом. Ни одна женщина не лижет ни яйца. Где удовольствие? Ну, вот у тебя есть мамка, чувак, все. Могу ли меня? Это ложь? Это... Это ложь? Ну, просто ты сам как бы не очень хочешь, чтобы они это делали. Они, может, и хотят, но ты как бы не предлагаешь, чувак. Предложи. Будь смелым. Попроси их честно. Попроси их сделать вот это вот. И, может быть, они согласятся, и тогда ты будешь счастлив. Может, они готовы. Может, они всю жизнь к этому готовились, Константин. Ну, то есть, я же не знаю. Ладно. Поехали дальше. Продолжение следует. Продолжение следует...